Могут ли после встречи Путина и Трампа улучшиться отношения Российской Федерации и США? И ситуация в Сирии, и в Украине. Самое главное это задел создать, который, наверное, создан. Контакты, наверное, налаживаются. Если дальнейшая встреча не последует, то ничего не изменится. Сильно не улучшится, но так чуть-чуть ровнее станет. А по Сирии уже вопрос решен. Все понятно, американцы согласились, испугались. Наверное, вспомнили Вьетнам. А он не влияет. Это настолько все игры. Мы не поймем это. Во-первых, мне кажется, это не влияет. Как отношения они заложили к нам, так, по-моему, и пойдет. Наверное, должны лучше быть, скорее всего. Во всяком случае, Трамп на это настроен. Это мое мнение, но я могу ошибаться. Смотрел, думаю, наверное, должно пойти в лучшую сторону. Я вообще верю в светлое будущее. Я считаю, что ничего не происходит просто так. И я вообще настроена на позитив. Будет лучше. Все будет лучше. Мне кажется, просто здесь больше ожиданий было, потому что все ждали вот этой встречи. То есть вот это и состоялось. А больше из этого ничего дальше не будет двигаться. Абсолютно. А потом, хоть сколько встречается, все равно еще не поменяется. У этих своя политика, у нас своя политика. Это так и будет, как, знаете, пока там Путина не смеет, пока у нас власть не свернут, новых дебилов не посадят. Так оно и все будет туда-сюда меняться. Но почему-то все равно приведет. Куда-то мать не качнется, в хорошую сторону, в плохую. Я думаю, что в хорошую. Все равно люди разумные. Частично договорятся. Сто процентов обо всем. Это невозможно. Ну, частично, конечно, да. Компромиссы какие-то будут. Мне кажется, это нормально. Да так было всегда и будет всегда. Ну, наверное, лучше будет. Я верю в то, что дипломатия все решит мирным путем. Это в интересах народов, двух стран. Другого выхода у нас нет. Что, война? Зачем? Это никому не надо. Ну, я слышал как раз, что этой встрече предшествовала речь Трампа в Польше. Как раз, когда он сказал, что похвалила Польшу за то, что такой классный народ, что там исторически они сохранили свою гордость, еще что-то. Ну, вот это как было отчасти против России, да. И он видел в качестве Польши пример для всего Европейского Союза. Ну, вот. Поэтому, мне кажется, сама встреча ни на что сильно не повлияет. Как бы, что дальше так и продолжатся. Ну, такие достаточно напряженные отношения между двумя странами. Ну, вот. Просто России нужно предпринимать шаги по либерализации, да, политике, экономике, чтобы улучшить отношения с Америкой. Сирия и Украина – это такая большая игра. Да, многие страны задействованы. Поэтому я не думаю, что вот эта одна встреча поможет урегулировать этот вопрос. Это еще будет долгое время. Там, такой очаг. Такой локальный конфликт, который вмешан насильной державой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...